Всем привет! Решила сегодня записать ролик о моих услугах, в данном случае касательно индивидуальных консультаций, либо о личных раскладах, называйте это как хотите. У меня есть на канале плейлист, который называется «Мои услуги». В нем есть много разных роликов об моих услугах, в том числе и о курсах, либо о медитативных сказках. Сегодня я хочу рассказать про личные расклады, что это такое, как это все работает. Решила я записать этот ролик по причине того, что меня в последнее время стали спрашивать про личные расклады, про индивидуальные расклады, делаю я их или нет. А почему стали спрашивать? У меня есть документ под любым видеораскладом, есть ссылка «Мои услуги», документ, и в нем подробно расписаны мои услуги, но там не было индивидуальной консультации. Я его убрала. Почему? Потому что ко мне стали приходить люди с разными запросами, в том числе и профессии. Для кого-то важное было предназначение, кто-то интересовался личной жизнью. Раньше я делала такие расклады. В какой-то момент я поняла, что я проводила личные консультации, то есть онлайн это была консультация через WhatsApp, в одно время через Skype. И я поняла, что я устала от такого формата, и мне стало неинтересно. Ну, я его просто переросла, и я остановилась, перестала делать индивидуальные расклады и проводить индивидуальные консультации. А вот буквально недавно я пересмотрела, потому что мне стали присылать снова запросы, я пересмотрела свою позицию и решила возобновить, но откорректировав некоторые моменты. И вот об этих моментах я сейчас вам расскажу. Во-первых, начнем с того, в каком формате. Я поняла, что для меня комфортно уже проводить не консультации часовые, как я раньше это делала, а делать расклады записи. Во-первых, это менее энергетично. И во-вторых, у меня нет прямого контакта с человеком. Почему? Потому что в силу, скорее всего, своей воспитанности бывали такие моменты, когда на консультациях мы много времени уделяли тому, что клиент рассказывал. То есть ему важно было, я так понимаю, высказаться. А я, как человек, который не умеет остановить речь своего оппонента, но поскольку он пришел все-таки на консультацию, много времени уходили на разговоры и не так много на расклады. Вот. И поэтому, ну и плюс ко всему, это было многозатратно, как я уже говорила, и я выходила после консультации, вот как выжатый лимон. И я поняла, что запись раскладов мне такой формат подходит намного больше. Что это за запись? Первое время я делала видео, но из-за того, что видео, в принципе, мне не сложно сделать видео запись раскладов, но из-за того, что видео в силу своего объема очень долго загружается, это тяжелый такой продукт, вот, я остановилась на аудиозаписи. Я делаю расклад, делаю скриншот, кому это интересно расклада, вот, и делаю аудиозапись, присылаю. У человека есть возможность потом переслушать, через две недели, через месяц, как я обычно говорю, да, когда улягутся эмоции, заново переслушать и услышать действительно необходимую информацию из расклада. Потому что, когда мы включены эмоционально, мы, ну, некоторые вещи пропускаем. Вот, тут же есть скриншот, посмотреть на расклад, то есть визуальный ряд, кому это необходимо. И такой формат мне зашел. И поэтому я решила, что я теперь провожу не консультации, а индивидуальный делаю расклад. Сколько он длится по времени? Я решила для себя сделать два момента, два формата. Значит, один формат это часовой расклад, да, где подробно я отвечаю аж на шесть вопросов, так глубоко. И второй я сделаю покороче, 30 минут, ну, и как следствие это будет три вопроса. Три вопроса, 30 минут, да, это тоже глубоко, но если у человека нету, ну, там, нету много вопросов, вот хочу так, хочу покороче, да, и плюс ко всему не по карману, например, и по деньгам. Вот, вот, часовой расклад, ну, вот мне подходит, например, полчасовой, окей, не вопрос. Поэтому есть часовая, часовой расклад, есть 30-минутный, часовой на шесть вопросов, 30-минутный на три вопроса. Что это за вопросы? Переходим теперь к главной теме. Какие, на какие темы я делаю расклад? Я очень четко для себя определила, что теперь я буду делать расклады исключительно на тему, связанную с самопознанием. То есть те, допустим, темы раскладов, которые у меня есть на канале, а их больше там 300, уже 400, возможно, да, может быть, даже и больше. Такие же темы аналогично я делаю в индивидуальных раскладах. То есть это все, что связано с самоанализом. То есть хочу понять себя, хочу понять свои способности, навыки, свой характер, свои страхи, свои убеждения, свои, не знаю, ценности. Все, что описывает вас, это один момент. Второй момент, когда я хочу в чем-то разобраться, мне нужен анализ ситуации. То есть понять и выявить причину следственной связи. Почему у меня так или иначе? Опять-таки, приведу пример. Например, девушка встречается с мужчинами старше себя, ну, большая разница, там, 20-30 лет. Хочу понять, почему меня притягивает именно вот такой тип мужчин, достаточно взрослых. Начинаем копаться, начинаем разбирать и видим, да, что здесь есть архетип отца и незаконченные отношения именно с папой. И вот через такой формат личных взаимоотношений я прорабатываю себя. То есть вот такой. Это не напрямую взаимоотношения, то есть это не любовная тема. А здесь человек хочет разобраться, то есть если вам нужно в чем-то разобраться, что-то понять, то да, неважно это в какой сфере. Но это не напрямую тема взаимоотношений в плане того, что любит меня, не любит, что он думает. Нет, это не про это, это не про разобраться. То есть меня интересуют и темы, которые помогают выявить причинно-следственные связи, увидеть свои какие-то ограничения, заблуждения, детско-родительские сценарии. То есть то, в чем я разбираюсь, то, в чем я коапетентна. Почему именно так? Вроде бы Таро это инструмент вопросов и ответов. Какая тебе разница, на какой вопрос отвечать? Я скажу это точно так же, как, например, парикмахеры. Все работают с волосами. Но есть женский мастер и есть мужской мастер. Может ли женский мастер постричь мужчину? Безусловно. Но он обучался на, допустим, длинных стрижках, да, либо на, я не знаю, на каких-то коротких стрижках. И он умеет хорошо делать это. Да, он может сделать и постричь мужчину. Но будет ли это так успешно? Здесь вопрос. Или, например, вроде бы с волосами, да, мы работаем опять через парикмахеров, но есть колористы, да, то есть люди, которые занимаются только окрашиванием. Могут ли они стричь? В теории, да, то есть они все обучались, но в практике они занимаются исключительно окрашиванием волос. Точно так же, как и парикмахер, обычный, который занимается стрижками, укладками, может ли он покрасить? Ну, теоретически, да, потому что уже обучался, но на практике это не его профиль. Вот точно так же у меня. Могу ли я сделать расклад там на финансы? Могу. Второй вопрос, хочу, не хочу. Почему? Потому что я некомпетентна. Я не могу делать прогностику. Я не могу, там, я не знаю, разбираться в каких-то финансовых аспектах. У меня нет такой базы. Моя база – это психология и философия. Поэтому, исходя из этого, все, что связано с психологической основой, мне это легко и проще дается. И если мне это дается, то, значит, в этом я и буду компетентной, буду работать. Тогда и эффект у клиентов будет намного больше, если я буду браться за какой-то любой другой формат, ну, либо другие вопросы, я не смогу быть полезной клиенту. Поняв это, в первую очередь, для себя, я делаю вот такие разделения. Далее, когда мы определились, например, хочу разобраться в теме детско-родительской, ну, понять, что, почему у меня не лаятся, например, отношения с мамой. Вы для себя это поняли. Заходите в документ «Мои услуги». Он есть, как я уже говорила, под любым моим раскладом. И смотрите, у вас сразу там в начале написаны «Мои контакты». Выбираете контакты, которые вас устраивают. Это Instagram, Telegram, либо почта. И пишите мне, допустим, если это почта, пишите мне заявку. «Хочу прийти к вам на консультацию». Выбираете 30-минутная, либо часовая, условно говоря, часовая, на часовую консультацию. Меня интересует тема взаимоотношений мамы и меня. То есть детско-родительская тема. Хочу разобраться, почему мои отношения с мамой не складываются. И дальше подробно описываете свою ситуацию. Что не складывается, почему, с какого времени. То есть мне нужен анамнез, так скажем, истории вашей, чтобы понять, что происходит. Когда вы пишете подробно и не ленитесь одним-двум предложениям, я уже из этого, помимо того, что я понимаю, я вижу ваши сценарии в тексте. То, как вы используете слова, то, как вы используете выражения. То есть я на это обращаю внимание. Поэтому, когда я вижу большой текст, для меня становится более понятно ваш характер. Я вижу, как вы разговариваете убеждениями. И это уже дополнительная работа для меня. Я понимаю вас и на что вижу уже, на что нужно обратить внимание. После того, как вы написали свою историю, условно говоря, жизни, то, что в той теме, которой вы хотите разобраться, вы пишете, какие вопросы вы хотели бы услышать в раскладе. Например, опять-таки, выбрали часовую. Шесть вопросов вы пишете. Меня интересуют следующие вопросы. Почему не складываются мои отношения с мамой? Какой урок я с ней прохожу? Чему она меня учит? Чему учу я, мама? Ну, то есть список из вопросов. И все это присылаете мне. Я это прочитываю, корректирую вопросы. Если они звучат не так, как мне легко будет в раскладе их озвучивать, согласовываю с вами. Возможно, предлагаю свои какие-то форматы. Отвечаю вам в письме, если это почта, например, ну, либо через любую другую соцсеть, площадку. Согласовываю с вами вопросы. Вы говорите, да или нет. Если согласны, после этого оплачиваете. И после оплаты, когда вы мне присылаете скриншот, либо просто говорите, Елене, я вам оплатил там на, не знаю, там на карту или еще там способы оплаты. Я захожу, смотрю, да, деньги пришли. Я вам пишу. В течение двух, макс, трех дней, я присылаю вам на ваши контакты аудиозапись. Если это почта, то я попрошу вас скачать аудиозапись и сохранить у себя. Почему? Потому что я копию, которую держу на облаке, то есть я через свое облако открываю вам доступ к раскладу. После того, как вы скачиваете, в течение одного-двух дней я удаляю. То есть я у себя не держу никакую запись, никакую копию. Поэтому сохраняйте у себя, чтобы у вас было, чтобы вы прослушивали. И, конечно же, если хотите, вы можете дать после записи обратную связь, сказать да или нет. То есть понравилось, не понравилось, мне обратная связь всегда нужна, и она мне полезна, она помогает мне. Особенно если вы пишете, что да, вот это отыгралось, вот это отыгралось, мне, я понимаю, правильно ли я считываю, потому что я тоже не бог, я тоже могу ошибаться. Если я где-то в чем-то ошиблась, окей, значит, я ошиблась, я признаю свои ошибки. То есть я никогда не говорю о том, что прям я там идеальна в своих трактовках. Почему? Потому что Таро – это безошибочная система, а сбой она дает лишь, скорее всего, не она, а Таролог в интерпретации. То есть где-то не так проинтерпретировал, не то увидел, не так пересказал. Такое тоже может быть. Мы тоже вправе ошибаться. Вот такую информацию я сегодня хотела вам передать по поводу моих личных консультаций. Стоимость я не озвучиваю по причине того, что ролики могут остаться, а цены могут меняться. Поэтому вы, опять-таки напоминаю, под любым роликом нажимаете на кнопку «Мои услуги», ссылку, не кнопку, ссылку, переходите по ней и читайте на ней, в принципе, все, что я озвучила сейчас, но и увидите стоимость и способы оплаты. Подытожив, скажу, два варианта. Часовой расклад, либо 30-минутный, часовой на 6 вопросов, 30-минутный на 3 вопроса, формат аудиозаписи со скрином расклада, если необходимо, если нет, я не присылаю. И тему для раскладов – это все, что связано с самоопознанием. То есть тематика, связанная с финансами, отношениями, предназначением, здоровью, порча магическая и так далее, я не рассматриваю. То есть даже если в тех сферах, которые я озвучила, например, лично либо профессионально, если есть какой-то анализ, который вам нужно сделать, то тогда да, я приму. А если, в общем, там разобраться в своем предназначении, не знаю, чем заниматься, переезжать, не переезжать. Нет, такие расклады я не смотрю. Все, что связано с вами и с пониманием себя, с узнаванием себя. То, что поможет нам узнать себя. Такие расклады, да. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok